Сокровище Люди находили сокровища постоянно, начиная с древних артефактов и заканчивая современными шедеврами. Большую часть времени сокровища только обнаружатся после долгих поисков и разведки. Люди пытаются специально отслеживать их, но иногда сокровище может быть найдено совершенно случайно. И в некоторых случаях они оказываются величайшими находками, которые когда-либо обнаружены. Вот история 10 самых удивительных сокровищ, найденные случайно. Номер 10. Крупнейшая в мире жемчужина Все мы храним предметы у себя под кроватью. Однако у одного рыбака из Филиппин под кроватью хранилось кое-что побольше мелочи. В 2006 году во время одного плавания на якорь был пойман гигантский моллюск. Он нырнул, чтобы освободить моллюска, и по иронии судьбы он нашел гигантскую жемчужину внутри. Считая, что это предзнамение удачи, он положил ее под свою кровать, и не думал о ней до тех пор, пока не понадобилось переезжать 10 лет спустя. Он отдал жемчужину своей тете, и она спросила, может ли она показать жемчужину мэру Гордон, чтобы выставить ее на показ. И именно тогда максимальная цена жемчужины стала известна. Общий вес жемчужины составлял 75 фунтов. И это, много не мало, составляет 34 килограмма. Необходимо провести дальнейшие тесты. Но если подтвердиться, что жемчужина была действительно сформирована внутри гигантского моллюска, то она будет стоить 100 миллионов долларов. А сумма, ребята, такая космическая, что трудно даже произнести. Составляет 5 миллиардов 724 миллиона 900 тысяч рублей. 9 место. Алмаз дяди Сэма. Алмазный государственный парк Арканзас привлекает туристов со всего мира по одной причине. Если вы счастливчик, то вы легко сможете найти себе алмаз. Алмаз. Уникальная географическая местность и сочетание с парадическими дождями приводят к тому, что алмазы очень часто поднимаются на поверхность. Для того, чтобы их кто-нибудь нашел. Этот район является единственным алмазным участком в мире, который открыт для всех. И если вы нашли один, то он ваш. И вы делаете с ним то, что вам захочется. В итоге, больше чем 75 тысяч алмазов были найдены в парке, начиная с 1906 года. И самый впечатляющий из всех стал известный как алмаз дяди Сэма. Он был найден на горе Башам в 1924 году. И весит 40,23 карата. Он остается крупнейшим из когда-либо найденных в США алмазов. В 1971 году бриллиант продан в эквиваленте 808 тысяч долларов. С перевода на рубли составляет 46 миллионов. Так что шансы что-то найти довольно-таки велики. Возможно, самое время, чтобы посетить Арканзас. Восьмое место. Полигон игр Атара. В настоящее время Атара далеко не в верхней части списка. Когда вы вспоминаете о ведущих игровых разработчиков. Но еще в 80-х они были на вершине игровой индустрии. Такие игры, как Астероиды, Сарконожка, легко продавались в массы. Однако, существовала городская легенда, что Атария выбросила огромное количество картриджей. Особенно копии ЕТ-видеоигры. Которая лишь после 34 дней разработки из-за частых обращений пользователей стала худшей видеоигрой в истории. Это и стало фактором, способствующим падению Атарии. Коллекционеры были готовы платить огромные деньги за эти картриджи. В 2014 году Джоли Вентвойски, владелец отказался от компании, которая распоряжалась картриджами. На полигоне в Нью-Мексико он наткнулся на старые записи. Место, где были похоронены игры. И чтобы доказать, что легенда была правдой, он вложил более чем 50 тысяч долларов на их извлечения. И впоследствии смог продать их по всему миру почти за 108 тысяч долларов. Много не мало, составляет 6 миллионов рублей. Номер 7. Свитки Мертвого моря. В мире существует столько неизвестных мест, что вы никогда не будете уверены в том, что будете найдены следующие невероятные находки. Одно из самых значимых открытий было сделано в 1946 году, вблизи Мертвого моря. Фрагменты рукописи до этого были найдены вокруг ее области. Но в ноябре того же года группа ветеранов-пастухов наткнулась на пещеру, внутри которой находилось 7 свитков в банке. Дальнейшее расследование привело к обнаружению сети пещер, каждая из которых содержала похожий артефакт, который с тех пор стал известен как свитки Мертвого моря. Еще не определено, кем написаны и сохранены эти письмена. Самая популярная теория предполагает, что они были изготовлены сектой евреев под названием Есеи, которые жили поблизости. В этих письменах были все религиозные тексты, которые сейчас около 2000 лет. И они были написаны на четырех разных языках. Еврите, Арамейском, Греческом и Набатейском. Наиболее впечатляет самое древнее из всех когда-либо найденных манускриптов в Библии на Еврите. И бытует мнение, что еще много таких рукописей ждут, когда их раскопают. Номер шесть. Ценные произведения искусства. В следующий раз, когда вы бегло смотрите на кладовку, вам следует задержать взгляд на чем-нибудь необычном. Потому что вы можете попросту зацепить взгляд за что-то, что стоит гораздо больше, чем вы могли себе представить. Забытые произведения искусства часто находятся именно таким способом. И они довольно легко способны изменить вашу жизнь. В 2016 году одна французская семья ремонтирует дыру в крыше своего дома. Когда они убирали вещи с чердака, они нашли картину Краваджио. Цена которой составляла 150 миллионов долларов. И сумма составляет очень шокирующе. 8 миллиардов 587 миллионов 390 тысяч рублей. Она называется Одив, обезглавливает Аллаферна. Это была одна из самых значимых работ художника. И это открытие было описано как знаменательное событие в европейской истории искусства. В другом месте в 1999 году Музей искусства в Хьюстоне заплатила 1,25 миллионов долларов за Магнолин на Золотом Бархате, написанный Мартином Джонсоном, художник 19 века. Эта картина прикрывала в дыру в стене в доме продавца. Однако он понял, что эта картина может быть ценной только когда играл в настольную игру «Жедевр», которая содержала изображение его картины. После наведения справок он вскоре продал полотно. И ему наконец-то удалось прикрыть дыру в стене должным образом. Номер 5. Розетский камень. Розетский камень является одним из самых важных артефактов, которые когда-либо были найдены. Он очень сильно помог в дешифровке египетских иероглифов. В конце древней египетской империи греческий был языком, на котором говорили элиты в обществе. И поэтому камень был конфискован из-за политической пропаганды. Именно так было написано на греческом и египетском. После падения египтян камень был захоронен. И только в 1799 году он был снова найден капитаном Наполеоинских войск. Он руководил работами по восстановлению старой крепости неподалеку от небольшого города Розетта, где и был обнаружен камень. Сначала было непонятно, насколько это значительный находок. Но ученые начали изучать антиквариат в 1814 году. И вскоре начало раскрываться тайны древнего Египта. Номер 4. Китайская миска. Гаражные распродажи это еще одно место, где можно быть найдены ценные вещи. Одна нью-йоркская семья сорвала на этом джекпот в 2007 году. Она искала посуду, чтобы поставить на камин в качестве украшения. И заплатила 3 доллара за миску с китайским дизайном, которая была чуть больше 5 дюймов в диаметре. Она заинтересовала их, и они решили проконсультироваться с экспертами по поводу ее подлинности. А вскоре выяснилось, что эта миска принадлежит северной династии Ассонг, и ей тысяча лет. Единственная известная миска из этого же периода была на выставке в Британском музее более чем 60 лет назад. Она имеет прекрасный белый цвет, покрытый глазурью цвета слоновой кости. И является прекрасным примером керамики того времени. Семья взяла ее на аукционе «Сотбис», оценивая ее свыше 300 тысяч долларов. Но в итоге она была продана за 2 миллиона 200 тысяч кальционеру китайского антиквариата, несмотря на количество других заинтересованных участников. Стоимостью 125 миллионов 948 тысяч рублей. Итак, подошли к тройке. И третье место у нас занимает тайник комиксов. В 2011 году Майк Рорер из Вирджиния начал уборку в доме недавно умершей тети. Для него это было трудное время, но после того, как он убрал ее вещи, он сделал гаукружительную находку. Коллекцию из более чем 345 комиксов. Это был удивительный тайник, который собрал его двоюродный дядя. Он включал такие раритеты, как первый выпуск экшн-комиксов, который показал первое появление Супермена, а также первый выпуск Бэтмена 1940 года. В коллекции было 44 книга из Оверстрит Прайс Листа Топ 100 книг из золотого века комиксов начала с 30-х по 40-е годы. Как заядлый поклонник, он прочитал немного, что вызвало невероятный интерес, а затем выставил их на продажу. Большинство из них было куплено почти сразу, некоторые аж за 523 тысячи долларов. В итоге вся коллекция была продана за 3,5 миллиона долларов. Номер 2. Таракотовая армия. Однажды, в 1974 году, фермерами из небольшой деревни в Китае был обнаружен один из самых важных археологических памятников истории. Они пытались копать колодец. И на пятый день работы их экскаватор вытащил Таракотового воина в натуральную величину. Они решили, что это был гончарный бог, и продолжили копать в поисках воды. Дальше они начали находить различные артефакты, такие как бронзовые стрелы и фрагменты большинства воинов. Именно в это время об открытии было сообщено местные власти и начали полномасштабные расходки. С тех пор было найдено 3 ямы, как часто больше некрополя, и больше чем 8 тысяч солдат, 130 колесниц и 670 лошадей. Многие из них остаются захоронены, так как очень велик рифск их повреждений. Ученые полагают, что это было сделано около 2300 лет назад. Изображение армии Цинь Шухуанди, который был первым императором Китая. Теперь это объект всемирного наследия. И до сих пор неизвестно, насколько это большая коллекция, и какова истинная цель создания этих воинов в натуральную величину. Вся армия представляет собой огромный объем работы. Насчитывается больше 700 тысяч человек. Каждый воин уникален. И скорее всего, все они были сделаны на основе реальных воинов того времени. И даже лошади отличаются друг от друга. Некоторые предполагают, что это последнее пристанище императора, где он был похорожен в окружении огромных городов и более 100 рек в текущей ртути. Однако, следов в ртути не было найдено в окружающей почве. Возможно, гораздо более большие открытия просто ждут, чтобы его совершили. Итак, дошли к первому месту. И оно у нас действительно поистину и считается найденным случайно. Это дворец сокровища Хануман-Дока. В 2011 году рабочие начали реставрировать Хануман-Доку, королевский дворец 16 века в Катманду, столице Непала. Полуразрушенное здание срочно нуждалось в реставрации, но никто не ожидал, что там будет найдено. Дворец занимал площадь более пяти соток, и пока рабочие осматривали фундамент, они нашли три коробки с сокровищами, спрятанные в кладовке. В итоге сокровища весили более чем 661 фунт. Это 300 килограмм. И содержали монеты и украшения в дань богам. Первый ящик был открыт, и было установлено, что он содержит золото и серебро. Стоимость около 233 тысячи долларов. 13 миллионов 300 тысяч рублей. А два других было сохранены для дальнейшего расследования. Именно там вся территория пропитана историей. И есть мнение о том, что она скрывает гораздо большее секреты, чем нам кажется на первый взгляд. Например, там есть четыре сокровищницы, которые пока не были открыты из-за их хрупкого состояния. Все они окутаны пеленой загадочного и могут содержать бесценные сокровища. Но однажды они будут исцелены. Политическая проблема в этом регионе сильно затрудняет процесс изучения. Но тем не менее, ученые надеются, что им удастся полностью в мире понять, что там кроется, сразу после того, как расследование продолжится. А какое открытие, по вашему мнению, было самым лучшим? Пишите. И какое лучшее сокровище вы когда-либо находили? Тоже пишите. Делитесь в комментарии. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok